Здравствуйте! Вы смотрите программу «Моя планета». С вами Мария Шматкова. Сегодня мы находимся в детском саду номер 65. Каким был ушедший год для сотрудников и воспитанников детского сада? Об этом сегодня и поговорим. Елена Анатольевна, здравствуйте! Здравствуйте, Марина Владимировна, Юлия Сергеевна. Очень рада вас видеть в наступившем году. В первую очередь, конечно же, хочется вас поздравить со всеми новогодними рождественскими праздниками. Пожелать вам здоровья, сил, энергии, неиссякаемой творчества. Чтобы все эти планы и желания, загаданные вами, обязательно осуществились в году наступившем. Но, Елена Анатольевна, каким же был ушедший год для вашего дошкольного учреждения? Добрый день всем! Спасибо за поздравления! 2018 год для нашего коллектива был успешным, можно так сказать. Мы участвовали во многих конкурсах, проводимых на региональном и федеральном уровне. Весь коллектив детского сада, много педагогов участвовали в фестивале педагогических идей 2018, который проводился нашим центром города Орехово-Зуево. Несколько конкурсов было. Во-первых, участвовали как финалисты в конкурсе открытия, где участвовал наш победитель 2017 года районного конкурса дошкольный педагог и молодой педагог. Почему открытие называлось этот конкурс? Мы открывали молодого педагога. Мы вышли в финал, участвовали в финале этого конкурса. Затем мы участвовали в конкурсе социальных проектов. Юлия Сергеевна является лауреатом этого конкурса. Проект, который представлял детский сад, как участник. Затем один из конкурсов был – это театрализованная деятельность. Девочки представляли также свой проект, театрализованную постановку «Театр теней». Также являемся лауреатами этого конкурса. И самый последний конкурс, который был в Орехово-Зуево – это педагогические таланты. Педагогические таланты – это наш коллектив. Мы представляли танец «Маки» по известной композиции Юрия Антонова. Танцевали наши педагоги. То есть все это в записи были представлены. И мы также являемся лауреатами этого конкурса. Также у нас в этом году, в 2018-м, принимал участие наш педагог Анна Емельяна Полищук в конкурсе «Дошкольный педагог района-2019». Результаты еще неизвестны, но мы в пятерке лауреатов. Уже известно, что стали финалистами. Да, лауреатами стали. Мы были финалистами, потом лауреатами, мы в пятерке. И какое место будет объявлено только на награждение. Хотелось бы, наверное, немножечко, чтобы и Марина Владимировна, и Юлия Сергеевна рассказали о тех проектах, которые представляли Орехово-Зуево, что это были за программы. Я представила социальный ролик «Гляжусь, тебя как в зеркало». Этим роликом я хотела показать, что необходимо привлекать внимание общественности к тому, как дети чувствуют себя дома. Ролик был построен о том, что есть два ребенка. Один живет в благополучной семье, другой в неблагополучной. И, собственно, показано, что девочка занимается с мамой, готовит, играет, рисует. А вот у мальчика якобы неблагополучная семья, поэтому он может там спать под елкой, потому что родители долго гуляют. Этот ролик призван все-таки привлечь внимание людей к вот этой проблеме, которая сейчас существует. Очень много неблагополучных семей. И очень хочется, чтобы, посмотрев, как бывает хорошо, каждый родитель для себя подумал, а хорошо ли моему ребенку у меня дома, да? Давайте как-то вместе все попробуем заниматься чем-то интересным и больше времени тратить, конечно же, не на работу, а на своих собственных детей. Кто помогал вам создавать этот ролик? Кто принимал участие в съемках? Сценарий полностью был написан мной и, собственно, снимала я. И мои дети участвовали в этом ролике, потому что положительного героя каждому хочется, а отрицательному все-таки не очень. Поэтому приняла такое решение, что пускай это будут мои дети, которые это восприняли как игру, потому что им было объяснено, что, ребята, это игра, это постановка, мы сейчас поиграем. И поэтому им не было обидно, что один хороший, а другой плохой. Ну, потому что они знают, что мы и так и так занимаемся дома все время и весело проводим время. Что у нас такой проблемы нет, слава богу. Марина Владимировна, насколько охотно родители поддерживают всю эту деятельность? И хотят ли они лично, и хотят ли, чтобы их дети принимали участие во всех этих проектах, программах? Потому что, конечно же, без поддержки ваших воспитанников и их родителей, наверное, бы не получилось добиться таких высоких результатов. Да, вы совершенно правы. Родители принимают активное участие. Значит, даже вот в фестивале педагогических идей, который проходил в Орехово-Зуево, где мы стали лауреатами второй степени в номинации спектакль по театру теней, там мы представили видео, где выступали не только дети, но и родители, и наши педагоги. Они помогали нам делать декорацию и принимали участие в самой постановке. Сам проект фестиваля педагогических идей, мы брали театр теней, так как он сейчас незаслуженно забыт немножко, но мы с удовольствием, значит, его внедрили в нашем детском саду, потому что он помогает детям развить воображение, фантазию, творчество их. И есть детки, которые стеснительные, да, а за вот этой ширмой, когда происходит театр теней, теневое действие, они раскрепощаются, становятся свободными. Очень приятно, конечно, что вот они поддерживают, и самое главное, еще раз повторю, что мы никогда еще без награды не возвращались. В основном мы становимся лауреатами, то есть занимаем призовые места. Ну, это, наверное, Елена Анатольевна, самое главное, да, для родителей, чтобы дети были успешны, чтобы дети побеждали, и дети, самое главное, чему-то учились. Ну, здесь, во-первых, заинтересованы и сами дети, они понимают, что такое призовое место, они понимают, что такое награда, и очередной стимул к очередному конкурсу. Ну, и родители, естественно, всегда счастливы за своих детей. У нас сегодня на этом столе находится огромная жемчужина, огромный кристалл. Что это за награда, Елена Анатольевна? В этом году мы приняли участие в пятом федеральном научно-общественном конкурсе «Восемь жемчужин дошкольного образования-2018». Конкурс этот мы искали сами, потому что услышали о нем еще в 2017 году. Конкурс проводится «Ассоциация лучших дошкольных образовательных организаций педагогов» при поддержке Государственной Думы Российской Федерации, при поддержке журнала «Вестника образования», при поддержке «Союза наук и градов». Конкурс проводился как акция по реализации плана «Десятилетие детства», который был объявлен президентом Российской Федерации Владимир Владимировичем Путиным. И мы в этом году участвовали в номинации. Эта номинация была впервые в этом конкурсе, который называется «Медийный образ дошкольного образования». Мы представили на этот конкурс свой проект. Проект выложен на сайте детского сада. Это «Медийный образ дошкольной образовательной организации». Главная цель нашего проекта – поднятие имиджа дошкольной образовательной организации при помощи средств массовой информации. Ну и, естественно, поднятие престижа профессии дошкольного педагога. Все-таки вот за то время, пока создавался и реализовывался проект на базе вашего детского сада, действительно изменилось отношение? Ну вот вы почувствовали, вы стали более популярны. Ну, об этом сложно судить. Мы создали свой канал, 65-й канал, он так и называется, на Ютубе. И у нас очень много подписчиков, действительно, родители управления образования и коллеги заинтересованы, что мы выкладываем на этом канале. А это не только наши праздники, наша победа, это и повседневная жизнь детского сада. Елена Сергеевна, чем наполняете канал? Что основное является в контенте? В нашем канале видео распределяется по рубрикам, наши праздники и мероприятия, где выложены непосредственно наши утренники или какие-то торжественные мероприятия. Также есть, например, рубрика «Здоровый образ жизни», как мы показываем, как детки занимаются физкультурой, как они бегают, гуляют на улице на спортивной площадке, как они выполняют зарядку. Ну и, конечно, самая интересная для родителей рубрика – это «О чем говорят дети?» и «Наши интересные будни». То есть, о чем говорят дети? Это мы, например, узнали буквально недавно у деток, задали им один и тот же вопрос. «Ребята, за что вы любите зиму?» И все отвечали совершенно по-разному. Кто-то за подарки, а кто-то за коньки, а кто-то за лыжи, а кто-то просто потому, что снег, солнечный, хорошая погода. И, безусловно, это очень интересно родителям, потому что не все детки делятся дом своими впечатлениями. А тут можно подглянуть, подсмотреть, как все это проходит. Ну и, конечно, наши интересные будни – это занятия, непосредственно образовательная деятельность, прогулки, игры, ну и все то, чем наполнена жизнь ребенка в детском саду. То есть, получается, информации о жизни ребенка в детском саду у родителей стало намного больше? Да, абсолютно всесторонне представлено. Естественно, представлены проекты педагогов, их самопрезентации. То есть, родители могут познакомиться не только с тем, как ведут себя их детки, но и как работают педагоги, последить за их работой. Елена Анатольевна, как проходил конкурс «8 жемчужин дошкольного образования?» Какие этапы вам пришлось преодолеть, чтобы стать победителем? Ну, сначала был заочный тур, на который была представлена, естественно, заявка, короткое описание проекта. Было представлено фильм, очень успешный фильм, очень всем понравился. Значит, была представлена презентация уже по итогам проекта, который на данный момент существует, итоги. И представлен коллаж из фотографий. Ну, наверное, это мы представили в августе. В сентябре нам пришло письмо, что мы прошли в финал, и нас приглашают на первое заседание финалистов, где нас познакомили с председателем ассоциации, познакомили с членами комиссии, ну и присутствовали некоторые финалисты, которые смогли приехать. Хочу отметить, что нас все этапы конкурса сопровождала наш методист, нашего ОМЦ развития и образования, Ивкова Александра Константиновна. За что я большое спасибо. Когда вы отправились уже на очный тур, где он проходил и как проходила защита? Хозяева сада организовали в зале очень хорошую, уютную атмосферу, где участники презентовали и защищали свои проекты. Было представлено очень много регионов, приезжали люди из Ростова-на-Дону, из республики Саха-Якутия, из Татарстана, ну вот Московской области, в частности город Одинцово, представляли мы. Защита проходила в режиме онлайн, так как экспертная комиссия заседала непосредственно на самом этом мероприятии, а те, кто не могли доехать, по той причине, что некоторым очень далеко, потому что география конкурса очень большая, была представлена возможность защиты по скайпу. Ну, поскольку мы можем доехать, поэтому мы представили свой проект, в такой нетрадиционной форме прошла наша защита, и сейчас мы хотим вам это представить. Небольшой фрагмент вашего выступления. Медийный образ педагога? Коллега, это нам вопрос? Конечно, я предлагаю вам ответить. Дошкольный педагог имеет спрос? Конечно, дошкольный педагог всегда в цене, их не хватает в детсадах, в Москве, да и во всей стране. А что же делать в ситуации такой? Вопрос, конечно, непростой. Но есть у нас ответ. Постой, поднять престиж профессии своей, я думаю, всего важней. Согласна с вашим утверждением. Поднять престиж профессии, но как? Мы думаем вот так. Мы разработали проект, который точно даст ответ. И думаю, не без основания, поднимет он престиж профессии моей, любимого детсада и всего дошкольного образования. Есть цель, поставлены задачи, теперь везенье нам и чуточку удачи. И кто ж такой дошкольный педагог? Художник и мечтатель. Своей профессии творец, вторая мама, наконец. Извлечь он может интеграл, но в общем профессионал. Каждый педагог повышает квалификацию, использует и КТ, и инновации. Но мало профессионалом быть, а себе он должен заявить. Как заявить? Где заявить? Задача важная, что ни говори. А кто поможет? Нам помогут СМИ. А как медийный образ создавать? Хочу побольше ее узнать. Ну, скажем, в стенгазете, ее в саду читают, да и в интернете. У каждого есть сайт на инспортале. Там новости, занятия и все в оригинале. Вот Одинцовская неделя и новые рубежи. Здесь новости о детском саде. Вы их читали? Да. Ну, расскажи. Конечно. КВН мы провели, о правах ребенка говорили. Фольклорный праздник, мастер-класс. А лучший воспитатель года – это класс. А телеэлепортажи есть? Да что вы! Передач не с честь. Моя планета, зеркало души. А в новостях все наши педагоги. Все видела. Они там просто хороши. А кто оценку проведет? Общественность, родитель, учредитель? Да сразу все. Скажу без предисловий. Прошли в этом году мы независимую оценку качества условий. Да и родители детей у нас реальные. И не онлайн, не виртуальные. Еще нам могут все задать вопрос. Про деток, детский сад, про ФГОС. Вопрос «А как?» Страничка популярная в Фейсбуке. Все как у всех. Все по науке. Да, вот мне как-то родители сказали о канале. Я думаю, здесь шутка. Какой канал? Едва ли? Да нет, не шутка. 65-й есть канал. Там фильмов, целый сериал. И чтобы подвести всему итог, представим фильм «Какой же он дошкольный педагог». Здравствуйте, дорогие телезрители, воспитатели и родители. В эфире 65-й канал «Звездочка». Под детский серьезный взгляд добавляют интересные события в детском саду и не только. А вести для вас эту передачу будем мы, коллективов Николай и коллективов Виталий. Сегодня мы поговорим о профессии дошкольных педагогов. Кто такой воспитатель? И чего скрывается медийный курс воспитателя? Я знаю. Воспитатель – это человек, который воспитывает детей правильно, Виталий. Воспитатель – это лицо, осуществляющее воспитание, приливающее до себя ответственность за строение жизни и развитие личности другого человека. Интересно. А что думать по этому поводу? И ребята, мне дорогие, посмотреть интервью детей. Воспитатель – это лицо, осуществляет детей. Скажите, пожалуйста, кто такой воспитатель? Воспитатель – это кто, кто любит и жалеет детей. А еще надо целуть в макушку. А вы как думаете? Воспитатель – это тот, кто учит детей держать вилки и ложки. А ты как думаешь, кто такой воспитатель? Воспитатель любит чай и конфеты. У нее красивая одежда. А ты думаешь, кто такой воспитатель? Воспитатели любят играть в игрушки. Они любят нас в воде. Булять. Воспитатель – это тот, кто просыпается раньше всех, приходит на работу, а мы еще спим. Его нужно слушать и уважать. А что нужно делать? Танцевать, прыгать, бегать, скакать. Интересно, мы сказали, вот я никак не пойму, что это за слово такое непонятное. Медийный образ. Зачем он нужен? Наш специальный корреспондент обратился с этим вопросом педагога нашего детского сада. Это участие педагогов и воспитанников детского сада при активной поддержке родителей во всероссийских и международных конкурсах. Это победа детей нашего фольклорного хореографического коллектива «Рябинушка» в таких значимых конкурсах, как «Страна талантов», «Богатство России», «Танцы без границ», «Волшебный сверчок» и «Новая Россия». А еще мы активно сотрудничаем с газетами Одинцовского муниципального района, «Новые рубежи» и «Одинцовская неделя». Неоднократно принимали участие в телевизионной программе «Моя планета», где корреспонденты освещают наиболее важные события в жизни нашей детской семьи. Очень важна работа со средствами массовой информации. У нас в детском саду выпускается газета, которая так и называется «Детский сад. День за дел», в которой освещаются все наши мероприятия и успехи. В сети YouTube нами был создан 65-й канал. Это нужно для того, чтобы родители могли увидеть педагогов, познакомиться с их деятельностью, с их работой, а также узнать, чем заняты их детки в детском саду. Я думаю, что каждый из нас, ежедневно приводя своего ребенка в детский сад, интересуется воспитателем. Как ребенок себя ведет, какие у него успехи, достижения. Но ведь очень интересно заглянуть, как проводит время ваш малыш, что нового происходит в группе. Конечно, некоторые родители посещают сайт нашего детского сада. Но для тех, кто хочет увидеть больше информации, я рекомендую почаще заглядывать на YouTube-канал «65 звездочка». Смотрите видеоматериалы с участием своего ребенка. Здесь представлены занятия, проводимые воспитателями, утренники, праздники. Заходите на YouTube-канал «65 звездочка» и смотрите, какой активной жизнью живет ваш малыш в детском саду. Ну что, Виталий, теперь ты знаешь, из чего складывается мединый образ дошкольного педагога? Да, оказывается, так много нужно сделать, чтобы профессия дошкольного педагога стала популярной. Газеты, сайты, конкурсы, каналы на YouTube. А мне не родители, а общественности. Ну, подводя итог нашей передачи, я хочу сказать, что в нашем детском саду работают самые лучшие педагоги, и мы их очень любим. На следующей передаче мы продолжим наш разговор. До свидания. До новых встреч! Елена Анатольевна, как создавалась защита? Как придумывали вот это все? Ну, во-первых, мы сразу решили, что будем участвовать в защите проекта. И не онлайн, а очно. Решили защищать проект в нетрадиционной форме, поэтому были написаны стихи. Выступали мы втроем, как вы уже видели. Вот. И в заключение показали фильм, который был снят здесь, в нашем детском саду. У нас два очень интересных ведущих, братья Колесниковы Николай и Виталий, которые именно и задавали вопрос, кто такой дошкольный педагог, и что такое медийный образ дошкольного педагога. Будет ли продолжена вся эта масштабная работа по созданию положительного медийного образа вашего дошкольного учреждения, или все-таки с завоеванием награды? Ну, можно проект закрыть. Нет, проект закрыть нельзя, потому что проект, как и любой проект, у нас рассчитан минимум на три года. Ну и все-таки создается он не под награды, правда? Не под награды. Да, он продолжается. 65-й канал продолжает функционировать. Наша газета «Детский сад. День за днем» выпускается каждый месяц. Также мы участвуем в различных других конкурсах. Сейчас вот коллеги будут участвовать в грантовом конкурсе. Это конкурс ВГОТСКОГО, который проводит Рыбаков фонд. Значит, председатель ассоциации лучших дошкольных образовательных организаций нас сказал, что все победители, а мы победили в этом конкурсе, обязательно должны участвовать в выставке, которая будет, выставке победителей, которая будет проходить в Санкт-Петербурге в Эрмитажном детском саду. Уже готовитесь? Уже есть наметки? Да, у нас уже есть наметки. Да, еще ничего не делали, но наметки у нас уже есть. Также будем делать фильм свой, маленький, по итогам года с теми же ведущими. Ну и, наверное, выступление, естественно. Марина Владимировна, как проходило награждение? Я очень рада, что приняла участие в этом конкурсе, да, значимом конкурсе. Я особенно рада, что мы победили. Хотя лично для меня хочу сказать, что было немножко страшно. Все-таки конкурс серьезный, но хочется сказать спасибо большое организаторам этого конкурса, которые создали такую теплую, хорошую атмосферу, где мы познакомились, во-первых, со всеми участниками, обменивались какими-то педагогическими навыками, наработками. И вот 25 декабря в городе Троицке, на Укограде, нас пригласили туда на церемонию победителей. Было, вы не представляете, как приятно слышать, когда назвали наше учреждение, что детский сад 65 стал победителем. Это непередаваемое такое чувство. Церемонию проводил президент Ассоциации лучших дошкольных организаций и педагогов Антонов Юрий Евстигнеевич. И также главный редактор журнала «Вестник образования» Глазков Юрий Иванович. Еще раз повторюсь, это было очень волнительно, радостно. Ну, не знаю, просто как Оскар, наверное. Можно сравнить. Вы не ожидали? Нет, это был сюрприз. Там очень много было представлено участников. Да, мы ее не видели, потому что раньше была другая награда. Ну, дизайн награды был другой. А в этом году вот такая замечательная «Жемчужина». Она еще и очень тяжелая. Да, да, да. Вот попробуйте ее взять. Она действительно... 2 килограмма 200 грамм. 2 килограмма 200 грамм. Первое место. Да. Победы вашего коллектива. Да. Причем это совместный труд и, конечно же, педагогов, и детей, и родителей. То есть всего сообщества, всех тех, кто так или иначе связан с детским садом номер 65. Да, конечно. Елена Анатольевна, 2019 только стартовал. Вы уже сказали о том, что и Юлия Сергеевна, и Марина Владимировна будут принимать участие в грантовых конкурсах. Какие еще планы в этом году? Какие вершины будете покорять? Я думаю, что эта же ассоциация проводит конкурс «Воспитатель России». Конкурс тоже очень серьезный. Очень большие требования к этому конкурсу. Очень много документации нужно сдать и очень много номинаций. Я думаю, что наши педагоги, скажем так, потянут этот конкурс. И мы обязательно будем в нем участвовать. Ну, а я желаю вам только победы. И, конечно же, обо всем этом расскажем в наших эфирах. Спасибо вам еще раз с победой. Вы смотрели программу «Моя планета». Верьте в себя, и у вас все обязательно получится. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!